Имеющих аналогов в мире. У России такое оружие есть. И все тут же заговорили про гонку вооружений и страшную русскую ракету. Киперзвуковая ракета. Ракета без ограничения траектории полета. Ракеты, которые могут летать в плотных слоях атмосферы. Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Подводный беспилотный аппарат. Уникальные боевые лазерные комплексы. Крылатые блоки системы «Авангард» тоже гиперзвуковые. Их скорость в 20 раз больше скорости звук. На межконтинентальной баллистической ракете они поднимаются на высоту нескольких горстью пикируют вниз. Маневрируя как самолет. Это позволяет им уклониться от проб. Для сравнения, существующие баллистические ракеты, войдя в атмосферу, летят по заданной траектории. Поэтому становится уязвимой для системы ПРО. Ракета «Сармат» — обычная межконтинентальная баллистическая ракета. Но она летит гораздо дальше, чем предыдущая. Знаменитый пускать по кратчайшей траектории через ПРО. «Сармат» можно запустить через полюс. Свободную зону, где ПРО нет. И ракета все равно долетит. Но главное, что «Сармат» — тяжелая ракета. И способна нести более 20 боевых блоков. Это в 5 раз больше, чем эти новые вооружения, работая в комплексе, способны нейтрализовать все существующие системы ПРО. Система «Кинжал» выведет из строя наземные ПРО. «Посейдон» — морские. После этого «Сармат», «Авангард» и «Буревестник» вылетят к цели, обходя любые оставшиеся препятствия. Все эти новые системы вооружения у России уже есть. Это не воинственный шаг, а восстановление.